Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Псалтырь, 30-й Псалом, стих 25-й и книга Откровения, 21-я глава, 8-й стих, мы зададимся следующим вопросом. Нужно ли христианину стремиться к мужеству? Давайте сначала прочитаем то, что написано в 30-м Псалме, 25-й стих. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. И книга Откровения, 21-я глава, 8-й стих, «Боязливых же и ниже, участь в озере горящим огнем и серую, это смерть вторая». Итак, здесь мы видим две позиции. Одна, что необходимо мужаться, проявлять мужество для того, чтобы укреплять наше сердце. Потому что сердце, как чувственный аппарат, наиболее пострадало в результате грехопадения и является Ахиллесовой пятой. И Христос говорит, из сердца исходит прелюбодеяние, блуд, всякая нечистота, кража, убийство. И наша задача быть мужественными и стремиться к мужеству, искать его, чтобы мужественно преодолевать соблазны собственного мира чувств. И в книге Откровения «Боязливых же участь в озере горящим огнем и серую». Это действительно страшные слова. А боязливость является противоположность добродетели мужества. Значит, чтобы не попасть в озеро, горящее огнем и серую, то, что называется смерть вторая, нам надо стяжать мужество. Некоторые ошибочно представляют себе, что мужество – это что-то такое, что противоположно немощи, слабости. Но это не всегда так. Ибо немощи и слабости могут относиться к телу, а мужество – проявляться через душу. Смотрите, что мы находим во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 9-10 стих. «Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Оказывается, немощ нашей плоти и отчасти нашего духа не всегда является чем-то таким, что противоположно мужеству и стойкости и силе. Блаженный Августин считал мужество одной из добродетелей. Подобно и святитель Григорий Великий Папа Римский, Григорий Двоеслов, он приводит мужество в перечне добродетелей. Мужество можно понимать двояко. Что это такое? Во-первых, как просто обозначающую некую крепость ума, силу. И в этом смысле мужество является общей добродетелью и, скорее, условием для добродетелей. Потому что иногда по малодушию мы не можем приступить к исполнению добродетелей, ибо как бы не обнаруживаем в себе мужество и решительности. Во-вторых, мужество можно понимать как стойкость в терпении или как противостояние тому, в отношении чего быть стойким очень трудно. Например, когда смертельная опасность, а нам надо перед лицом этой опасности проявить мужество. И в этом смысле мужество – это очень великая добродетель, которой надо стремиться и которую надо стяжать. Иногда людям представляется, что само это слово, славяно-русское, мужество, оно спряжено с такими словами, как «мужчина», «мужское», «мужественное». Но это не совсем так. Потому что, когда мы читаем, например, «житие великомученицы Варвары», язык не поворачивается сказать, что она была представительницей слабого пола. То есть мужество – это, прежде всего, такое глубокое упование на Бога, которое делает нас абсолютно бесстрашным. И вот святитель Василий Великий говорил так. «Кто людей боится, тот Бога не боится. А кто Бога боится, тот никого не боится». О возможных мучениях он высказывался следующим образом. Если придут мучения, то я настолько немощный и стар, скорее всего, почувствую только первый удар. И все. И нам всем, возможно, очень скоро и скоро понадобится мужество. Потому что грядут и наступают времена, каких не было с тех пор, как существуют люди. В книге пророка Даниила, 12 глава, 1 стих, мы находим такие слова. «И восстанет в то время Михаил, князь Великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут, записанными в книге». И об этих же тяжелых временах мы читаем в Евангелии от Марка, 13 глава, 12-13 стих. «Предаш же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевшие же до конца спасутся». Претерпевание скорби без мужества и стойкости в принципе невозможно. Святитель Амбрусий Медиаланский писал, «Мужество не испытывает недостатка в храбрости, поскольку только оно защищает честь добродетелей и стоит на страже их предписаний. Оно есть то, что непреклонно воюет со всеми пороками, не боится тяжких трудов, не дрогнет перед лицом опасности, заставит забыть об удовольствиях, устоит перед похотью, избежит жадности, как ослабляющий добродетель порчи». То есть мужество – это средство, которое помогает нам отстаивать добродетели. А преподобный Антоний Великий пишет, «Мужество есть не что иное, как твердость в истине и сопротивление врагам. Когда не уступишь им, они уступят и совсем не покажутся более». То есть не уступая врагам, бесам и демонам, мы отгоняем их от себя. Но чтобы это сделать, надо проявить мужество. Поэтому отцы, братья, сестры, мужество в первую очередь связано с преодолением страха перед трудностями, которые могут уклонить волю человека от разумных решений. Для этого сила зла и осуществляют насилие против нас, бесовскую ярость и деспотию. И при этом не только стойко надлежит переносить нападки этих трудностей путем обуздывания страха, но и усиливать свое собственное мужество через глубокое личное упование и надеяние на Бога. Как мы вспоминали слова святителя Василия Великого, что тот, кто Бога боится, тот никого не боится. Блаженный Августин говорит, что близкое душе тело потрясает ее, то есть душу, страхом перед тяготами и болью, дабы само тело не было поражено и изнурено страхом смерти, который его может разрушить и уничтожить. Следовательно, добродетель мужества связано в том числе и страхом перед опасностью смерти. И мы знаем, что в последние времена мир восстанет и уже восстает против всего христианского и против Христа. Также Блаженный Августин говорил, что войны ведутся с целью мира. И вот надо понять, что не только политические военные конфликты ведутся с целью мира, но и духовные битвы. Мы вступаем в противоборство силами зла ради устранения их и обретения мира в собственных душах. Старец Ильазар, это книга Маковеев, вторая книга Маковеев, 6.30, он говорил перед лицом мучений, «Я принимаю бечуемым телом жестокие страдания, а душою охотно терплю их по страху перед ним», то есть перед Богом. Его впереди ждала смерть, но он претерпевал даже вот предварительные пытки перед, казалось бы, самым страшным, что может обрушиться на человека. Свидетель Амбросий Медиаланский пишет, мужественный, небеззаботен в отношении того, что может случиться. Он готов заранее предпринять необходимые меры и наблюдать за происходящим из своего рода дозорной башни ума, чтобы встретить будущее во всеоружии и не дать самому себе повода говорить, «Это произошло со мною, потому что я не предполагал, что так может случиться». Святитель Григорий и Амбросий называют мужество не просто добродетелью, одно из четырех главных или основных добродетелей наряду с верой, надеждой и любовью. Это три высших теологических добродетелей. Святитель Григорий Богослов пишет, «Хвалю благородство и высоту мыслей у стойков» – стойки были язычники, «которые говорят, что внешнее немало не препятствует блаженству и что человек доблестный, блажен, хотя бы жгли его в фаларидовом быке». Фаларидовый бык – это такой металлический бык, и вот у него чрево открыто было, и оно раскалялось огнем, и туда бросали людей. И вот стойки, хотя и язычники, они проявляли стойкость. Возможно, что и само это слово проистекает от них. И Григорий Богослов их хвалит и говорит, «А посему, как дивлюсь тем, которые у нас шли на опасности» – здесь он уже говорит о мучениках – «за дело прекрасное или мужественно переносили бедствия, так дивлюсь и тем внешним», то есть язычникам, «которые близко подошли к нашим». То есть вели себя так же, как мученики. И в книге пророка Исаии, 44 глава, 2 стих, сказано, «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней, не бойся, раб мой Яков и возлюбленный Израиль, которого я избрал». Новый Израиль – это мы, христиане, народ Божий. Потомки Авраама не по плоти, но по духу. Эти слова прямо относятся к нам. Говорить и рассуждать о мужестве очень важно. Мы прочитали в книге Откровения 21, 8 «Боязливых же участь в озере горящим огнём и серой». И вот в Отечнике святителя Игнатия мы находим такой интересный пример. «Как только некий безмолвствовавший инок встал на своё молитвенное правило, у него начиналась лихорадка со знобом и жаром, причём как при ковиде, со знобом и жаром, причём появлялась сильная головная боль. Когда это происходило, монах говорил сам себе «Вот, я уже болен к смерти, встану же прежде, чем смерть постигнет меня, совершу моё молитвенное правило». Этими словами он мужественно понуждал себя и исполнял своё правило. С окончанием правила болезнь отступала. «Дай Бог нам иметь такое же мужество, вставать на каждое молитвенное правило, как на последнее в нашей жизни, и проживать каждый день, как последний, и ложась спать, молиться словами, неужели одер сей гроб ми будет?» Но для всего этого нужно мужество. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!